В центре внимания устранение недостатков при очистке улиц после недавних снегопадов, которые сменились крепкими морозами. Усилие сосредоточат на ликвидации колейности обледенений на вывозе снежных валов с обочин проезжей части дорог, на приведении в порядок осевой линии остановочных площадок, территории близпешеходных переходов, выходов на них и, конечно, тротуаров. Профильные службы продолжают наращивать силы и средства, чтобы справиться с поставленными задачами. Владимир Василенко акцентировал внимание на том, что они должны быть выполнены в течение ближайших трех дней. В текущую ночь планируется выход от 236 единиц дорожной техники. Из них почти 100 единиц – это самосвал для вывоза снега и 108 человек дорожных рабочих. Практически 80% – это идет привлеченная техника. Самосвалы, в большей части, повышенная вместимость с большими кузовами от 18 до 34 кубов. Контроль за работами и мониторинг состояния территории организуются непрерывно. В случае, если подрядчики не выполнят требования по содержанию объектов уличной дорожной сети, им грозят самые жесткие меры. Одна из них – недобросовестно проведенные работы, приняты и оплачены не будут. Также предусмотрены административные штрафы. В этом вопросе отлажено взаимодействие с ГИБДД. Напомним, при уборке важны не только качество, своевременность и эффективность, но и бережный подход. При задействовании тяжелой техники нужно заботиться о сохранности всех элементов благоустройства, в частности пешеходных ограждений, чтобы в дальнейшем не пришлось тратить средства на их восстановление. Аналогичные поручения были даны всем подрядчикам, обслуживающим уличную дорожную сеть, в том числе и в Кировском районе. Дирекция организации, которая заступила на вверенную территорию обслуживания с начала текущего года, заверили, что в полном объеме задействуют все ресурсы персонала и техники, а именно 41 единицу. Также заключен договор на использование привлеченной техники в количестве 12 самосвалов и двух погрузчиков. Транспортный поток большой и, соответственно, большую часть работы проводим ночью. То есть дню практически ничего невозможно сделать из-за скопления машин, из-за пробки. Ну а какие пожелания автомобилистам, чтобы уважали друг друга и нас уважали, потому что мы чистим для вас. От нашей работы зависит их выезд на дорогу, спокойная езда. Из Кировского района снег везут на две площадки временного складирования, исходя из более короткого пути. Следят за тем, чтобы оборот техники был непрерывным, не было простоев и проезжая часть вовремя освобождалась от тяжелой уборочной техники. Также решается вопрос о временном перемещении личного транспорта горожан с обочин дорог в уже очищенной локации. Координация всех работ и контроль за ними возложен прежде всего на глав внутригородских районов. Стоит отметить, что все восемь временных площадок складирования готовы к приему снежных накоплений. При этом ближайшей ночью преимущественно снег планируют доставлять на четыре муниципальные площадки. Специалисты отмечают, что в столь морозную погоду эффективность реагентов невысока, однако ведется локальная обработка. Но упор делается на очистку, и скол наледи механизировано, задействуя грейдеры и погрузчики. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.